Это Xiaomi Redmi 7A. Это очень недорогой телефон. Прошлое поколение и 5А и 6А они достаточно популярны. Я это вижу просто по просмотрам. 6А он набрал по-моему уже там тысячам, 400 тысяч приближается и люди до сих пор смотрят. Спрос на эти телефоны безусловно есть. Кстати, очень здорово то, что вы смотрите обзор сегодня 9 июня, потому что есть возможность купить этот телефон в Tmall по супер акции. Я сейчас конечно подробно расскажу, вы подумайте сами покупать или нет, свои плюсы свои минусы есть, но смотрите сами. Цена на него 9 июля 2019 года будет всего 5900 рублей за версию 16 гигабайт и 6700 за версию 32 гигабайта. То есть это спец цена 9 июля 2019 года на Tmall. Ссылка будет под видео. Это реально круто. Отмечу, что независимо от того 16 или 32 гигабайта оперативной памяти будет 2 гига. И я поставил посмотреть сколько свободно. Знаете, у меня открыто правда сейчас всего 5 приложений. Доступно 1 и 2 гигабайта из двух, что я считаю неплохо. Но давайте поговорим о самом телефоне. Это вымирающий вид телефона. Во-первых, в нем нет никаких монобровей, нет никаких вырезов. Во-вторых, у него экран всего 5,45 дюймов. HD разрешение, разумеется, 290 пикселей на дюйм. HD плюс точнее, потому что он 18 на 9, вытянутый. Его нельзя назвать маленьким, потому что экран вытянут больше, но он небольшой. По нынешним меркам действительно небольшой. Рамки сверху, снизу, сбоку ужасные. Но это же бюджетник, поэтому я думаю придираться к нему совершенно не стоит. Смартфон весит всего 165 грамм, разумеется, полностью пластиковый. Расцветки, кстати, хорошие. У меня синий-зеленого цвета и напоминает немножечко других китайцев. Vivo того же, Oppo, Honor. Но Honor, правда, металлический, здесь пластик. С одной стороны, это действительно красиво. Недорогой телефон выглядит красиво, как телефон в 4 раза дороже, а то и в 5. Но с другой стороны, с плюсов еще он не скользкий, из рук совершенно не выскакивает практически, то есть пластик, но хороший. Он собирает очень жестко отпечатки. Очень сильно, очень марки телефон и неприятно марки. Просто постоянно хочется его протирать. То есть реально протирать, потому что отпечатки оставляют очень-очень так странно. Ну да ладно, опять же, все-таки это бюджетник. Чехольчик, кстати, бампер в комплекте не идет. Сверху есть разъем для наушников, а учитывая, что здесь Qualcomm Snapdragon 439, точнее, несмотря на это, качество звука, ну не то, что среднее. Бывает, конечно, лучше. Но в качестве плеера вполне себе нормально будет. Несмотря на то, что это недорогая модель, не забыли и про второй микрофон. Он используется как микрофон шумоподавления, что здорово. С правой стороны стандартно для Xiaomi включение кнопки и громкости. С левой стороны тут уже тройной слот, две сим-карты и карту памяти в телефон поставить можно. А вот по динамику, ребят, как ни странно, это реально бюджетная модель, но динамик здесь на уровне телефона стоимостью 10-15 тысяч. Он хороший. Я вот сейчас вам не знаю, как через микрофон это передастся, но он громкий. И, конечно, может я погорячился стоимостью, что он там вдвое-втрое дороже звучит, но он звучит хорошо. В нем слышны, насколько это возможно, через малюсенький динамик, он вот здесь вверху расположен, все частоты. Насколько это можно, конечно. И если касается громкости вызова, опять же, громкость вызова нормальная. Просто я ожидал от дешевого телефона, что здесь будет все полностью отстойное. Ну, здесь и есть, конечно, вещи, которые мне не понравились. Камера, например. Ну, давайте по порядку. С внешним видом закончили, поговорим тогда о камерах. Камера 12 плюс 5 мегапикселей. Видео, кстати, позволяет записывать в качестве Full HD. Качество камер для своей цены, четко нужно это понимать, неплохое. Если, конечно, вы хотите телефон взять как основной, думаю, качество фотографии, качество видео вас не устроит. Но для своей цены, за эти там 6 тысяч рублей, очень даже хорошо. Ночью чудес, конечно, никаких не будет. Ночью будет просто каша. Опять же, оригиналы фотографий с него посмотрите по ссылке под этим видео. Несмотря на то, что телефон недорогой, вспышка также здесь есть, разумеется, на основную камеру. Камера практически не выступает, телефон весь ровненький. Поговорим о батарее. Емкость аккумулятора 4000 мАч. Это очень хорошо для такого недорогого телефона, при том он не сильно тяжелый, 165 грамм. Мой тест на воспроизведение видео на максимальной яркости показал очень хороший результат. Он показал почти 11 часов. Конечно, яркость здесь не самая высокая. В помещении нормально, но на ярком солнце уже яркости будет немножечко не хватать. В этом и проявляется бюджетность. Очень низкая цена смартфона именно. Но все равно яркость нормальная и для своей цены. И видео прокрутил 11 часов. Это больше, чем, например, даже тот же Xiaomi, например, Redmi. Опять же, с батарейкой 4000. Более старший, имею в виду. Показатели очень хорошие. Опять же, здесь Qualcomm Snapdragon 439. О нем тогда сейчас и поговорим. Еще раз напомню, что оперативной памяти только 2 гигабайта. И я знаю, многие будут писать, этого будет не хватать и так далее. Но опять же, такой телефон, если как основной, то, конечно, будет не хватать. Если вы берете его как вспомогательный, либо берете как рабочий, либо ребенку. Я, например, сыну своему 6А взял. У него сначала 5А был, потом 6А. И до сих пор нормально. Сейчас, правда, я ему купил Redmi 5 Plus. Большую лопатку. Вот с ней у него полный порядок. Так вот, по Antutu набивает, если вам это важно, 75 тысяч баллов. Понятно, что игры все пойдут только на плавных настройках, на минимальных фактически. Пусть это Snapdragon, но это младшая модель Snapdragon. Чудес от него ждать точно не стоит. совершенно нет. Но работает все шустро. Ну как шустро? Точнее, шустро для своей цены. Если поставить рядом более дорогой телефон, то там нажимая на, например, на приложение, оно там будет несколько быстрее открываться. Здесь же пройдет где-то полторы секунды. Но даже 2 иногда. Но все равно бывало значительно хуже и в более дорогих телефонах. Есть FM-радиоприемник, который работает без антенны. Ну, то есть без наушников даже. NFC модуля, разумеется, здесь нет. 4G, Wi-Fi, Bluetooth. Все это, конечно же, присутствует. Работает телефон, конечно же, на Android 9. Работает на своей собственной оболочке. MIUI Global 10.2. Ну, я думаю, все знают. MIUI Xiaomi работает на своей собственной оболочке. Есть управление жестами. Есть даже, несмотря на дешевизну. Обратили внимание, здесь сканера отпечатка пальцев, кстати, нет. Вот еще одно проявление невысокой цены. Но может разблокироваться с помощью фронтальной камеры. Конечно, можно управление жестами включить. Можно сделать двойные приложения. В принципе, здесь все то же самое, как и вот безграничный экран, это управление жестами, как и в более дорогих моделях. То есть я не вижу ничего, что здесь бы урезали. Есть даже сенсорный помощник, кнопки жеста. Есть индикатор световой, опять же. Можно включить, можно выключить. Правда, он только одного цвета, но и на том спасибо. То есть все, как и в более старших моделях. Есть автояркость, например, также. Опять же, иногда в бюджетках ее урезают. Поэтому, если кто-то хочет купить, то есть спеццена на 9 июля 2019 года. Действительно, очень неплохая. Я все про него рассказал. Плюсы, минусы, особенности. Если будете брать как основной телефон, то все-таки еще раз подчеркну, очень важно, что у него хороший динамик. Громкий, четкий, не бубнит там, не свистит. У него тройной слот. Кому-то это будет важно. У него хороший экран. Пусть HD+, разрешение, но на нем вполне комфортно смотреть фильмы. Кроме, конечно, на солнце будет вести себя не так хорошо. Если вы берете для этих целей, если вам не нужен процессор, неважно, если вам не важно качество камеры и, в принципе, то думайте сами. За эту цену аппарат получился очень хороший и прогресс по сравнению с 5А и 6А явно есть. Смартфон стал еще лучше. На этом у меня все. Как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Продолжение следует...